Великой Победы Великой Победы В ближайшее время также люди будут приходить на избирательный участок и отдавать свой голос за кандидата нашего Ленинского муниципального района. Татьяна Анатольевна, что скажете о своей команде? Команда у меня очень работоспособная, команда проверенная. Мы уже несколько выборов работаем в таком составе. Насколько активна молодежь? Молодежь тоже приходит с хорошим настроением, интересуется кандидатами на должность главы. Я думаю, что мы проведем достойно эти выборы. На ваш взгляд, больше людей, которые уже знакомы с кандидатами или которые приходят и не знают еще за кого голосовать? Нет, вы знаете, мы заметили, что люди уже определились. Потому что информационный стенд, который располагается на участке, к нему немного народу подходит. То есть люди уже приходят, зная о том, что проходит в районе выборы и уже определились за кого они хотели бы отдать голос. Тамара Алексеевна Храпова, несмотря на возраст и слабое здоровье, на избирательный участок пришла сама. Надо. Это для нас надо. Может быть, для кого-нибудь нет, а для меня это надо. Я всегда хожу. Каждый год. И сельсовет помогаю. Все время, когда работала, всегда помогаю. Мне даже подарки давали. Вы верите в то, что что-то изменится? Да. Конечно, изменяется. Действительно, многие, кто пришел проголосовать, чувствуют свою гражданскую ответственность. Гражданская ответственность. На выборы обязательно надо приходить. Вот вы даже с внучкой пришли? Конечно, и внуком, и снохой. А сыновья работают. На сутки ушли сегодня в шесть. Ваш выбор уже был определен, когда шли на выборы сюда? А как же? Обязательно. Выездная бригада, в составе которой два члена избирательной комиссии, наблюдатель и сотрудник полиции отправились по 12 адресам. На дом к избирателям, которые по состоянию здоровья не могут прийти на избирательный участок сами. Заявления принимались по телефону, либо по личному посещению родственника заявленного. Даются избирательные бюллетени, заявления и реестр. Также ведомость внесения, выдачи заявлений в них мещения. Сколько таких человек? В настоящий момент у нас 12 человек. Переносной ящик опечатан, он находится пустой, он является пустым и представлен на обозрение наблюдателям и на членах комиссии. Ну что, в даче вам, пожалуйста, этот ящик. Еще один избирательный участок располагается в селе Булатниково, в местной библиотеке. В момент нашего приезда здесь наблюдалось затишье. Впрочем, на участке всего 400 избирателей, потому и активность низкая. И все-таки многие приходят голосовать целыми семьями. Я думаю, что это необходимо, потому что, ну это в наших интересах, во-первых. Потому что край наш, и судьба его тоже нам не безразлична от того, кто будет стоять у власти. Ну, в данный момент у нас есть несколько кандидатур. Конечно, у каждого свое право голоса, да, и выбора. Но, по идее, главное, чтобы пришли. Ну, посмотрим, как будет проходить все. Нам сказали на участке, что ваша семья в полном составе. Сколько вас? Сколько голосов? Моя семья... Так, от моей семьи, получается, проголосовало, по-моему, трое, если не ошибаюсь. Мама, папа и я. Мы думаем, что к концу дня придет проголосовать основная часть населения. Потому что жителям не все равно, кто у них будет главой. Они хотят, чтобы глава им помогал, сдержал свои предвыборные обещания. Поэтому я думаю, что проголосуют все к концу дня. Ну, выборы проходят, в принципе, нормально. Ну, народ еще, конечно, подтянется, потому что, в принципе, сейчас земля отошла, может, кто еще в огородах, чего. Ну, надеемся, что к вечеру, к обеду еще придет народ, более-менее нормально будет. У вас, как у наблюдателя, замечания есть? Нет, пока никаких замечаний нет. Проходит все нормально, все хорошо. От этого избирательного участка также работает выездная комиссия, задача которой – дать возможность проголосовать всем желающим.